Историческая дата 12 августа 90-го. Дубосарах всенародный референдум. Виктор Катарео рассказывает, как это было. Он в то время работал на птицефабрике в Кочиерах. А вы помните вообще этот день, как проходил референдум? Что люди шли активно? Или как это было? Не то, что активно, а массово шли, понимаете. На тот момент, как говорится, за хлебом не такие очереди были, как люди шли на референдум. То есть не было безразличных людей. Все участвовали в этом. А если бы я не участвовал, второй, третий не участвовал, так здесь у нас Республика Молдова была бы. Триколор висел бы. И жили по законам Республики Молдовы. Разговаривать пришлось бы на румынском языке. Я этого не хотел. Поэтому и голосовал за Приднестровскую и Молдавскую республику. За вхождение в состав будущей республики тогда проголосовали 96% жителей Дубосар. Люди выступали против национализма Кишинева. Тогда уже принят закон о языках. Единственный государственный в нем. Молдавский на латинице. Всех, кто против, массово увольняли. Руководство этой фабрики было националистически настроено. То есть националисты. Они пытались всеми путями городских из города Дубосар уволить, сократить под любым предлогом, а набирать села Кучиеры. Соответственно, вывешивали там триколоры. Я был молдаванином, но у меня взгляды были другие. Я бы тоже, возможно, попал под сокращение. Но, наверное, я вел себя чуть-чуть агрессивно по отношению к ним. Поэтому меня не трогали. А те, кто были пассивные, их сокращали. В ответ на приднестровских предприятиях в августе 90-го создали советы трудовых коллективов. Люди выходили на забастовки, защищали свои права. А 12 августа на референдуме дубосарцы высказались против применения молдавского триколора из-за вхождения в состав будущей республики.